Всем привет! Сегодня будут у нас пустые баночки, сразу говорю, они будут поделены на две части. Во второй части я покажу вам декоративку и некоторые маленькие крема для лица. И давайте уже начнем, потому что их у меня накопилось очень-очень много. И первое, с чего я начну, это будут средства для волос. Покупала я такой дуэт, шампунь, роскошь 6 масел и бальзам для волос из этой же серии. У меня волосы жирные у корней и сухие на кончиках. Шампунь в объеме 400 мл, как и бальзам, я наносила лишь только на длину волос, не трогая корни, потому что с ней у меня волосы как будто бы не промыты, если наношу на корни. В принципе, она мылится неплохо, естественно, но никакой гладкости, послушности и т.д. и т.п., как тут заявлено, я не увидела на своих волосах и она даже чуточку не смягчала мои волосы. Но от шампуня я такого обычно не жду, мне главное для шампуня, чтобы оно хорошо промывало. И, кстати, вот этот бальзам, он немного смягчал мои сухие кончики. Мне некоторые маски профессиональные примерно такое же действие оказывают, как и, собственно, этот бальзам. Для блондинок, мне кажется, вообще идеальный вариант. Запах, ну, неплохой. Так, какими-то маслами пахнет. Естественно, это все с парабенами и силиконами. Представляю вашему вниманию шампунь для волос. Репейный лекарь из серии живительных трав бабушки этой Агафьи. Пол-литра вообще бесполезнейшего шампуня. Да, он без всяких силиконов и парабенов. То, что я обычно выбираю для того, чтобы промыть корни волос. Но он очень плохо мылится. У него огромный расход. У меня уходило минимум 3 полных ладошки для того, чтобы действительно вот намылить как-то и очистить кожу головы и корни волос. Поэтому никому не советую. Запах обычный травянистый, ничего приятного. В общем, мне не понравился ни по эффекту, ни по применению. Профессиональная линейка Salon Care у меня от Faberlic. Это бальзам питательный для всех типов волос в объеме 250 мл. Эффект хороший, разглаживает хорошо. Я бы даже сказала, что вот этот бальзам мне больше понравился, чем предыдущий я показывала от L'Oreal LSF. Вообще линейка это неплохая. Но я два средства пробовала, они мне понравились. Это уже что-то значит. Из двух и два попадания. Но я могу сказать о том, что мне два момента не понравилось у нее. Во-первых, мне не понравилась душка, потому что она остается с вами до следующего мытья головы. Эта душка мне не нравится. Она мне напоминает какой-то мужской старческий одеколон. Ну, то есть, извините, вот какие-то ассоциации у меня вот такие. Сладкий, непонятный запах. Не особо приятный. И он очень концентрированный. И на волосах он прям в полной своей мере чувствуется. Второй момент. Мне не нравится цена. Но на него, я смотрю, всегда в каталоге есть скидка. Поэтому по скидке я, может быть, могу вам порекомендовать. Что касается именно бальзама и маски, купить, попробовать. Закончился бальзам от Фаберлик. Это серия Этноботаника. Бальзам блеска шелковистости для окрашенных и лишенных блеска волос. В объеме у нас идет 200 мл. Мне этот бальзам очень понравился. Хороший, хорошо смягчает кончики волос. Также наношу по длине только. И могу сказать, что, допустим, в первые применения у меня он даже выравнивал волос. У меня сам по себе он завивается. В общем, мне понравилась. Серия очень бюджетная. По каталогу, по-моему, они еще есть. Могу посоветовать. Последнее средство для волос. Это у нас идет легкое расчесывание. Спрей Уход. Это от профессиональной марки Концепт. Мне он не понравился. Мои волосы, кончики он высушивал. Высушивал по всей длине, куда бы я его не нанесла. Распыление, в принципе, неплохое. Он не облегчал расчесывание. У меня получилось, что он не экономично использовался. Лишь только потому, что я его пыталась нанести на какие-то запутанные участки волос, чтобы их распутать. Особо их не повреждая и не выдергивая. Он с этим не справлялся. Поэтому вот сколько его не наноси, а эффекта он не даст легкого расчесывания. Никому не советую. Запомните вот этот флакончик, эту баночку от Концепт. Легкое расчесывание. Спрей не берите. Перейдем к телу. У меня закончился вот такой вот гель для душа 200 мл. от Ивроше со вкусом земляники. Запах обалденный. Запах мне понравился. Мне не понравилось. У меня даже вот он остался. Я его не допользовала до конца, потому что он у меня уже полгода. Мне просто надоел. Даже тем, что он просто стоит в ванной. И постоянно мне напоминают о том, что, во-первых, у него очень плохая вот эта вот крышка. То есть она вот так вот не открывается. То есть она открывается только когда вы сюда ногтем подлезете. То есть я его использовала тогда, когда у меня были, ну, мега короткие ногти. И именно тогда я могу его без проблем открыть. Откручивать с мокрыми руками меня вообще никак не впечатляет в душе. Это, ну, не мое с этим долго возиться. По действию обычный гель для душа. Кожу мою не сушит. Мне вообще мало какой гель сушит кожу. Мне только от Аберлик один. Я чувствовала сухость. После его использования серии Бьюти Кафе. Яблоко и корица, по-моему, было. Ну, что-то такое. Я его давно уже, по-моему, не вижу. Сейчас его не выпускают, наверное. А так, ну, обычный гель. Запах хороший. Крышка ужасная. Антипреспирант закончился от DAF. Минералы мертвого моря. Одушка приятная. Обычно их DAF даже ближе, наверное, к классической одушке. Но у меня оставляют облако, оставляют следы на одежде. Защиты ноль для меня. Поэтому покупать, приобретать больше не буду. Скраб для тела чистой линии. Какой-то там массажный. В эффект реводном, ну, типа как антицеллюлитный. Объем здесь у нас 200 миллилитров. Напомнил мне скраб косточки. Вот эти абрикосовые косточки, которые знаменитые, маленькие. Вроде как для лица. Примерно вот такие же частички, только может быть чуть больше. Консистенция примерно такая же. Могу, в принципе, посоветовать тем, у кого под рукой не окажется больше других хороших скрабов. Приобретению тогда его вот на то, чтобы перебиться, как именно я это и брала. Я просто на какое-то время, пока хорошую себе не подберу, взяла. Запах какой-то кислый, чем-то кислым пахнет. Но особо его не чувствуется в ванной, когда вы его распределяете. И хватило мне его на применении 3. Может быть максимум 4. В общем, ненадолго. Средство для лица. У меня закончилось от Ultra Clean Green Faberlic. Это 3 в 1. Идет гель скраб маска. Я могу сказать, что я его приобретала для того, чтобы наносить как маску, потому что он здесь с маслом мануки и салициловой кислотой. Это для жирной проблемной кожи, которая успокаивает и снимает воспаление якобы. Но именно как маска она мне не понравилась, потому что она ровным счетом не делала ничего на моем лице. Поэтому я ее доиспользовала как гель или скраб. Но больше, наверное, как скраб, потому что там частички мега-мега маленькие. Они очень щадящие для лица. И я иногда тезону могла немножко проскрабировать, особо не надавливая. В этом смысле она мне понравилась. У нее очень приятный аромат. Такое мягкое, отшелушивающее действие. Хотели попробовать? Возьмите. Вещь неплохая. 3 в 1. Закончился крем-гель для очищения лица. У меня от Clean Clear. Я вам в предыдущих пустых баночках показывала, по-моему, просто гель от Clean Clear. Также для проблемной жирной кожи. Он мне тоже понравился, но это понравилось больше. Во-первых, он действительно выглядит как крем, такой белый. Он очень хорошо и приятно распределяется по лицу. Сколько я его использовала, как мне показалось, что он действительно немножко снимает воспаление. И не дает вот этим бактериям дальше размножаться, развиваться. То есть я им пользовалась после того, как я полностью очищу от макияжа свое лицо. И заключительным этапом я пользовалась этим крем-гелем для очищения лица. В объеме 150 мл, но использовалась экономично. Также понравилась и для проблемной кожи мне такая вот пенка для лица. Это у нас серия Улитай от Green Mama. Это у них специально разработанная серия для проблемной кожи. 100 мл и понравилось мне меньше, как и защита от угрей. Меньше он, чем предыдущий, как и антибактериальное средство действует. По дужке мне меньше понравилось, тоже какими-то травками, муравками пахнет. И консистенция такая гелевая, она не очень хорошо мылится. То есть это даже не пенка, она просто как гель мне выдавливалась. И немножко она мыливается на вашем лице, когда кожа влажная. Если сравнивать предыдущую и эту, то вот от Clean Clear мне больше понравилось по действию. Но это тоже такая неплохая, маленькая, на какой-то небольшой промежуток времени. Вам попробовать и понять, подойдет или нет. И брала я тоник для лица обычного, такого вот с розой. На 90% отваров трав. Лосьон тоник ухаживающий брала для того, чтобы протирать лицо с утра после умывания. Потому что мне на вечер, скажу так, хочется чем-то более такой для проблемной кожи, что-то такое хорошо очищающее, использовать какие-то тоники. А с утра больше что-то ухаживающее, увлажняющее, легкое. И я для этой цели взяла вот такой вот лосьон тоник от чистолинии в объеме также 100 мл. Он неплохой по действию, по ощущениям на коже. Он ее не высушивает, не сушит. То есть кожа увлажнена и приятные ощущения. Но мне не нравится отдушка. То есть от чистолинии у меня был тоже предыдущий какое-то молочко для снятия макияжа, что-то такое. Ну, во-первых, он плохо снимал макияж, не могу его найти, кстати, ванна где-то он у меня затерялся. А во-вторых, вот отдушка, вот та же самая. И опять я купила, считай, тут уже с розой что-то совершенно другое, там другой был запах. И опять эта же отдушка, этот же запах. Не буду больше приобретать от чистолинии пока ничего из таких вот тоников, всяких лосьонов для ухода за кожей. Потому что просто мне приелось очень сильно за это использование этих двух средств отдушка. Вот этот запах прям неприятный. И я еле-еле доиспользовала этот тоник. А так неплохой. Тем более, если вам нравится эта отдушка, то могу посоветовать. Переходим к кремам. У меня их осталось немного. Как-то я в своих покупках покупала вот такой вот Faberlic, вам показывала, крем для депиляции 2 в 1. И говорила о том, что я вам по итогу в пустых баночках о нем расскажу. Скажу так, если кто-то пользовался видом, естественно, вид лучше по двум моментам. При использовании вида вы меньше тратите время. Во-вторых, вид лучше отдушка. Все. Этим двум критерием они отличаются. А по цене это дешевле вы ходите, тем более, если вы консультант Faberlic. Вид дороже. Ну, в общем, преимущества, вид и недостатки, да, я все рассказала. Думать решать вам. Также закончился у меня бальзам для грубейшей кожи ступней ног. Я вам показывала в видео о Новосфит моих покупках недавних. У меня закончился вот такой вот бальзам. Но он как крем. То есть, и у него большой объем. Объем 100 мл. Он идет как просто белый крем. Хороший. Не жирный, но хорошо питает ступни. Это мне понравилось. По одушке мне понравилось. В общем-то, к Новосфит я отношусь к теплом марке. Мне многие средства нравятся из нее. И этот бальзам я тоже могла бы посоветовать. Ну, и последний у меня идут два таких кремушка. Один идет мужской от Faberlic для рук. Крем питательный. Цельсиус идет линейка, которая другой. Faberlic ароматная земляника Beauty Cafe. Начну с этого. Мне он совершенно не понравился ни по одушке, ни по своему действию. Он силиконистый. Он незащитный. Написано, что питательный. Он вообще никак не питает ничего. Мне не понравился. Не советую. И приобретать, естественно, больше не буду. Что касается мужского Цельсиус. Ну, муж мне сказал, что он неплохой. Хороший. Он даже его тут открывал, откручивал. И как бы до конца использовал. Это тоже много он говорит. Когда продукт какой-то нравится, вы его стараетесь использовать до конца. Попользоваться им побольше. По одушке он напоминает именно эту серию Цельсиус. Последний крем уход для рук. Нежное питание. Также чисто линии. Идет троечка. Я так понимаю, это интенсивность питания. Одушка приятная. Вот такими вот ромашечками он, в принципе, и пахнет. Питает неплохо, да. Но он больше как увлажнение плюс питание дает. То есть он очень быстро впитывается. Но руки при этом остаются у вас напитанные, не сухие. Мне понравилось. А также могу посоветствовать приобретению в объеме 75 мл. Что ж, на этом первая часть закончилась. И давайте переходить ко второй части.